Приветствую вас! Как вы, я надеюсь, понимаете, измена, любая измена, это всегда неудовлетворенность. И измена, любая, это всегда потребность в чём-то. Измена, любая, это всегда действие для чего-то. То есть, я не думаю, что речь идёт именно о, например, сексуальном возбуждении и о сексуальной, так сказать, активности. Хотя, может быть и это. Но, если честно, вероятность этого достаточно мала, потому что, как показывает практика, да, именно, вот именно сексуально, именно сексуально, люди могут себя вполне удовлетворить, да, то есть, как бы друг друга могут удовлетворить. В этом, именно в этом проблем, как правило, нет. Проблема, она, как правило, заключается немножко в другом. Проблема, она заключается в том, как человек сам реализует и оценивает свои чувства и свои желания, да. То есть, вот вы говорите, что любовь, да, вот, что вы любили, ну, сейчас, ну, девушек, да, ну, многих, многих девушек, вот. Что это были за чувства у вас, да, то есть, какие это были чувства, чувства, как проявлялась любовь ваша, ну, к ним, вот. Проявлялась ли эта любовь как-то, опять же, ну, к девушкам, вот. В какой момент вам начинает хотеться другую, да? То есть, это же происходит, вероятно, ну, не сразу, это же, вероятно, происходит в какой-то определенный момент времени у вас, вот. Ну, соответственно, нужно определить, что это за временной промежуток времени, да. По каким картериям вы выбираете девушек, девушек себе, вот. Как у вас меняются ваши чувства в процессе взаимодействия с ними, ну, с девочками, я имею в виду, вот. Вот это всё нужно разбирать, это всё нужно выяснять, и тогда будет понятно, почему и что с вами происходит. Я вот рекомендовал бы вам, скажем так, больше внимания уделять именно вашим чувствам. Класс. То есть, не идти сразу на поводу эмоций, да, которые у вас могут возникать. Не идти сразу на поводу эмоций, а, возможно, посмотреть, поанализировать, лучше поисследовать свои чувства, да, то есть, вот это, когда вы говорите, да, что я хочу другую, это выглядит достаточно поверхностно. То есть, вот, ну, что значит, хочу другую, да, что тут, ну, это не игрушка, да, вот. Девочка, это же не предмет, да, это же человек, и, соответственно, выбираю кого-то, да, то есть, начиная с кем-то встречаться, начиная с кем-то встречаться, вы ведь несёте за это ответственность, и ответственность за это вы несёте, эээ, как мне кажется, самую прямую, а получается, что ответственности, ответственности у вас нет. Как раз. Ну, вот. Понимаете? Такая история. Эээ, поэтому, вот, как, ну, как минимум, вам можно дать две рекомендации, да. Первое, ээ, лучше смотреть на свои чувства, да, то есть, эээ, ну, понаблюдать за ними, поисследовать их. Возможно, эээ, с психологом, вот, там, это, эээ, один вы, может быть, с этой задачей, с этой задачей не справитесь. Вот. А, с другой стороны, брать на себя ответственность. То есть, если вы выбираете девушку, то вы говорите, что вы любите её, то любовь, а, должна как-то проявляться, и, б, эээ, собственно говоря, если вы принимаете решение с кем-то быть, то никого другого для вас существовать не должно. Если это существует, значит, это, скорее всего, не любовь. Либо любовь, но, эээ, без, эээ, скажем так, адекватного выражения своих желаний. То есть, любовь не связанная напрямую, допустим, с сексом. Да, вот, вы говорите, что, эээ, вам всё равно, какая девушка с вами, да, то есть, красивая, умная или т.д. Вы всё равно хотите изменять. Вот. Значит, дело здесь не во внешности, дело здесь не в сексе. Дело, возможно, в, эээ, стремлении кому-то что-то доказать. Дело, возможно, в, эээ, том, что вы, эээ, боитесь чего-то. Боитесь, например, близости, в глубине души, считаете себя недостойной близости. Может быть. Вот. Ээ, может быть, есть ещё какие-то моменты, о которых я не знаю, да? Но, дело, дело, как вы понимаете, не в сексе. Как таковом, дело не в сексе. Дело в чем-то другом. Вот. И это нужно понять, в чём дело, потому что, ну, за вас это сделать невозможно. То есть, за вас нельзя, за вас, да, вот, понять, что происходит. Нужен анализ. Нужен анализ. Вот. Вот. Если вас эта тема серьёзно беспокоит, то я рекомендовал бы выбрать себе психолога и поработать более предметно в этом направлении. Вот. Если вас это интересует так по стольку поскольку, то вот, в принципе, вам рекомендация, да? Значит. не называйте отношения любовью до тех пор, пока вы не сможете с уверенностью сказать, что вы хотите быть только с этой девочкой и ни с кем больше. Это первое. И второе, возможно, не менее важное. А вот вы задали вопрос этот, ну вопрос, связанный с вашей проблемой, вот. А чего хотите? По факту. Чего хотите? Вот вы описали, да, вы говорите, я не понимаю в чем дело, а зачем понимать в чем дело? То есть какой вред вы, собственно, чувствуете, испытываете от того, что происходит? Какой, какой негатив? В чем негатив проявляется для вас конкретно? То есть вам не у вас отношения с девочкой не получается, вам не нравится свое личное, может быть, состояние, да, которое вы вот, ну, ощущаете. Чувство вины, например, может быть, что-то еще. То есть подумайте на эту тем, что именно вас не устраивает. То есть, чтобы давать совет, да, чтобы давать рекомендации, нужно понимать вообще цель. А цель как раз она, ну, не ясна, цель. Вот. То есть непонятно, что в этой ситуации вы хотите. Ведь если вы себя обвиняете, да, то работаем, соответственно, уже с чувством вины. Вот. Если вы себя обвиняете. А если вам не устраивает просто такая история, что вот, ну, что у вас не складываются отношения с девочками, а отношения вы хотите, например, да, что здесь, соответственно, можно говорить с одной стороны о том, для чего вам отношения нужны вообще, вообще. А с другой стороны, какая для вас является адекватной позиция мужчины в отношениях. То есть считаете ли вы достойным мужчины, да, вот, изменять, например. И изменять любимой женщине, да, то есть, ну, женщине, которую вы вроде как любите. Вот. Мне кажется, что вам бы вот определить, да, что вы вкладываете в понятие любовь, потому что вам в восемнадцатом вы говорите, что встречались со многими, мы тут как бы тоже вот, что встречались со многими, да, ну, вот, это тоже вызывает вопрос, а зачем со многими-то? Ведь многих-то любить нельзя, что вообще говорят. То есть многих любить, многих, многих женщин любить нельзя. Любить можно буквально вот одного, одного-двух человек за всю жизнь. А вы говорите, что вы любили там и так далее. Вот. Давайте сейчас посмотрю, что вы писали конкретно. Так. Любил, очень привязывался, в то же время я тебе не изменил. Ну, знаете, любил, да, про любил, про любовь сказал. Про любовь сказал. Про привязанность это тоже. То есть, знаете, эээ... Возможно, привязанность для вас означает что-то родительское. И любовь означает что-то родительское. То есть вот, ну, конкретно. Вот, если вы в отношениях, да, если вы в отношениях, то возможно, возможно, не говоря, что это так. Но возможно, если вы в отношениях, вы себя чувствуете ребенком, то так, как будто это у вас вот какие-то родительские отношения вообще. Что вообще. Не... Не взрослые отношения мужчины, а именно родительские. Вот. И здесь, конечно, уже можно посмотреть на то, как вы себя позиционируете в отношениях. Здесь можно посмотреть на то, каких девочек вы выбираете. Здесь нужно посмотреть на то, какие у вас отношения с родителями вообще. Вот. То есть это все вот, эээ... Такие достаточно важные моменты, на которые, мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Самое пристальное внимание причем. Вот. Но все зависит от вас. То есть сейчас, на данный момент, мы просто здесь как бы гадаем. Это просто гадание. Вот то, что мы делаем сейчас, да, это вот мы просто гадаем, к сожалению. Вот. Ну а гадать, соответственно, мне бы не хотелось, не хотелось быть. Вот. Именно гадать мне бы не хотелось. Радно. Работать нужно, а не гадать. Так что, выбирайте, смотрите, выбирайте себе психолога, исследуйте, изучайте. Вот. Я уверен, что результат будет, если вы, вот, захотите, да, с этим разобраться, то результат будет вам заценаться. Так что, в принципе, я думаю, что это не займет прям очень много, очень много времени. Вот. Смотрите. Смотрите. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.